отных логах можно просто копипаст нить плохо и у вас будет почти готовый бак репорт и также есть некоторые плюшки для заказчика то есть это дает ему возможность еще раз подумать над тем что он хочет дополнительно проработать требования это короткий цикл обратной связи потому что вы садитесь заказчиками сразу все обсуждаете и у него всегда будут доказательств тестирования то как производится автоматизированное тестирование на проекте поскольку он всегда может открыть ваши папочку с вашими сценариями посмотреть там как у вас прогресс однако очень часто люди при попытке внедрить bdd сталкиваются вот с такой ситуации я как бы вроде все хорошо но четко как ничего не работает почему беде не работает но самое очевидное и скорее всего нерешаемая просто непосходящими до дологи беде это отжайл соответственно если у вас какой-нибудь waterfall где тестирование происходит самом конце беде нет смысла скорее всего не получится никак сделать это дополнительной зависимости в коде автоматизации это возможно какие-то проблемы с организацией процесса и нежеланием членов команды разработки заниматься той или иной деятельностью это возможность сложности для ручных тестировщиков и маленькая но важная проблема это соблюдение правильного синтаксиса шагов вкратце о дополнительных зависимости здесь две схемки то есть вверху у нас стандартный какой-то структура автоматизации то есть у нас есть классы с тестиками у нас есть page object а которые работают через selenium с приложением и внизу к этому прикручена беде в данном случае это надо найти с использованием спик флоу то есть вместо тестов у нас теперь фичер файлы которые как раз сценарии которых мы описываем те действия они все работают к ним прикручивается спик флоу реализуется трансформация аргументов что какие-то аргументы которые отличаются между шагами конвертировать необходимый формат для тестовых методов у нас есть тестовые методы и selenium возможно там чем-то еще это все обрастет в процессе однако дополнительные зависимости это значит что что-то отвалится что возможно что-то новое нужно будет изучать и прежде чем пытаться прикручивать беде непосредственно к автоматизации нужно задать вопрос а будем ли вы делать процессную часть будем ли мы как-то перестраивать вообще то как мы делаем проект или нам просто нужно модная технология для авто тестов чтобы мы этим говорили что вот она у нас есть это здорово потому что если это нужно чисто чтобы говорить что мод мы авто тест используем беде ничего больше не делает то наверное и не стоит с этим заморачиваться следующие это проблемы внутри команды то есть беде если большинство членов команды раньше никогда с ним не работали это займет какое-то время чтобы сделать и полностью перестроить процесс начинает анализы требований там разработки и тестирования то есть если у вас какой-то быстрый проект который там запилить за месяц то лучше наверное и не пытаться это проблема с тем что никто не любит лишнюю работу то есть например у меня был проект который написан на реакте и писать там экспасы эти со селектора для того чтобы искать элементы для автоматизации несколько больно поэтому добавляли айдишники но проблема в том что разработчики они так забиты работа если ты попросишь их там что-то добавить для автоматизации они конечно это сделают но где-нибудь там через пару недель и поэтому как мы считаем нужно чтобы сами автомашинку а добавляли индишники в разметку возможно при посильной помощи разработчиков на не нужно это полностью сваливать на них однако это не значит что только киеве должны работать с беде дим это еще одна проблема что многие просто сваливают то что вот там у этих тестировщиков у них есть тесты у них есть там автоматизация но мы туда смотреть не будем и пусть они там в этом варятся беде должна участвовать вся команда как в обсуждении требования так и в ревью но из этого вытекает следующая проблема что раз всем нужно обсуждать требования то значит это будет много звонков а много звонков это меньше времени на то чтобы непосредственно делать что-то новое чтобы ее решить можно рассмотреть вариант с сессиями 3 amigas 3 amigas это такой формат встреч в который собирается по одному человеку то есть от бей от команды разработки от команды тестирования и там например кто-то из бизнеса говорит я хочу сделать вот это и сразу разработчик может поговорить с ним о том как предпочтительнее это сделать как подумать как лучше это реализовывать а кей при общении может находить какие-то неочевидные непродуманные моменты и все вместе это помогает как-то лучше понять что необходимо сделать при этом их трое соответственно не надо звать всю команду на обсуждение каждой конкретной фичи еще одна проблема это то что люди занимаются не своей работой часто подразумевают что беде это просто вот мы там написали какие-то вот у нас есть автомашин кей пусть он их перепишет под геркин прикрутить к ним код и мы это будем так называть вот у нас есть беде однако если мы сравним в большинстве случаев автомашин кей он знает меньше о приложении чем например бизнес аналитик или ручной тестировщик потому что они больше у него тыкаются перед этим соответственно и манил кей и другие члены команды должны как-то все равно участвовать написание сценариев но при этом это не значит что автомашин кей не нужны потому что видите подразумевает высокую степень автоматизации и если у вас на проекте нет людей которые знают как делать автотесты то скорее всего это тоже не взлетит потому что кому-то этот код нужно писать поэтому если вы решили делать беде необходимо озаботиться о том чтобы либо у вас были такие специалисты в команде либо там до обучить уже существующих и это приводит нас вопрос кто должен писать автотест автомашинку а он знает как писать код соответственно он должен делать подложку под шаги с беде дим он должен делать все методы которые там тыкают на страницу что-то проверяет он должен поправить разметку во фронт-энди если это нужно и он должен поддерживать стабильность тестов если там падает что-то серьезное манил ка должен ему в этом помогать так как он лучше понимает продукт после обсуждения сессии 3 amigas манил ка должны писать изначальной версии сценариев по возможности соблюдая синтаксис уже реализованных шагов если у нас есть какие-то сценарии для которых уже сделано для как шагов который там используется уже сделано автоматизации их полностью может автоматизировать манил каун просто собирает сценарий из шагов которые уже сделаны и он поддержит актуальность данных то есть если у нас там чуть поменялся тексте где-то в тест кейсе или там циферка то можно просто зайти поправить сценарий и соответственно автотест тоже будет исправлен при этом все сценарии должны проходить двухфазное review то есть у нас селе 3 amigas они что-то пообсуждали манил ка потом садится доделывает на основе этого тестовый сценарий заливает это на review добавляет там разработчиков бизнес аналитиков чтобы они поняли что там все так чтобы они имели представление о том что как будет проверяться это все и потом при необходимости после того как автомашин кода пилит необходимый код автоматизации он заливает снова этот сценарий на review и там уже проверяется непосредственно код это что он ничего не сломал фундаментально в логике однако то что манил ка должны участвовать в автоматизации подразумевает и то что они должны писать тесты и запускать их а если они запускают тест он падает и они видят что-то вот такое это это что-то очень страшное непонятное и надо пойти наверное отткнуть того автоматизатор и спросить а чё собственно падает что я вроде все правильно сделал поэтому если вы не используете какое-то готовое решение нужно озаботиться тем что у вас есть нормальное логирование и что любой exception который может выкинуться в процессе работы теста выведет нормальный лох то есть нужно правильно описать шаги и сравнить результаты чтобы потом можно было легко отследить почему-то ступал еще одна проблема это соблюдение синтаксиса то есть здесь представлен пример как не надо писать беде сценарий потому что здесь нарушен порядок здесь отсутствует какое-либо единообразие и он слишком длинно это больно читать и непонятно что здесь вообще происходит по хорошему сценарии должны быть написано в третьем лице имеет разумный размер то есть если вы видите что у вас там куча шагов который там занимать больше экрана и это становится сложно читать возможно имеет смысл объединить несколько шагов в один то есть есть как бы сценарий логина пользователя но если это нужно сделать как какое-то предусловие то это все можно объединить в один то есть там просто юзера сайдзин или там юзера сайдзин свой там до фолын креденшал и очень важно соблюдать порядок геркина чтобы тот кто читал тест понимал что мы конкретно проверяем в этом приложении в этом сценарии то есть у вас должен быть сначала гин потом война потом до последнее это как поддержать единообразие сценариев нужно ввести общий словарь терминов который будет лежать в документации к проекту или в документации для анбординга чтобы все члены команды говорили на одном языке то есть они правильно именовали используя ту терминологию которая используется в предметной области чтобы они про одинаково называли кнопки или какие-то процессы которые идут в приложении необходимо естественно сделать документацию чтобы мы не ука при написании сценария понимали что делает тот или иной шаг непосредственно автоматизации и ввести какое-нибудь правило именования элементов чтобы например у нас всегда шло им элементы потом тип то есть там логин баттон и mail input а это не перемешивалась всегда было одинаково в общем какие выводы мы можем сделать по всему этому прежде чем говорить давайте сделаем беде решите она дали она вам и перевесить ли плюс и минус нужно найти подход команде правильно выстроить процесс сделала так что все занимались своим делом и позаботиться о том чтобы в инструментарий который вы используете был удобным а если кто-то еще хочет что-то посчитать про бедите друг кому-то стало интересно то есть замечательная книжка от гайка джетс спецификейшн байк зампл она платная где-то наверняка на том же амазоне она продается так что если хотите поищите на этом у меня все спасибо за внимание вопросы 1 раз о супер спасибо за доклад у меня опять два вопроса как и к прошлому докладчику начнем с первого бедите behavior driven development не кажется ли вам что в бедите вот эти вот человека читаемые сценарии сделаны не для того чтобы их писал менюл кей а для того чтобы именно в них были оформлены требования и их писал аналитик вообще правильное замечание потому что изначально версия сценария должна как раз в 3 amigas появляться то есть когда там аналитик что-то приносит какие-то требования там разработчик что-то подкидывает как это должно работать и соответственно драфтовый сценарий в том или ином виде должны быть написаны вот в коллаборации между ними и бизнес-аналитик тоже может в этом участвовать но при этом например на одном из тех проектов на которой я работал бизнес-аналитик как бы накидывает требования но менюл-клаб потом их оформляет именно в сценарии это не совсем правильный подход педите но как бы он существует развиваем тему при вашем выбранном подходе вы берете фреймворк ну собственно который понимает геркин сценарий тем самым наступая на следующие грабли достаточно сложная передача параметров параметризация тестов написание сложных шагов если у нас в шаге допустим несколько параметров не просто логин пароль и так далее то есть на простых примерах это всегда звучит круто окей вы выбираете эту штуку для себя не используйте при этом аналитика то есть у вас по сути дела просто мы не окей накидал сценарий of the automation этот сценарий автоматизировал а что мешает вам взять другой инструмент более простой фреймворк который не забивается на человека читаемые сценарии но при этом обмазаться теми же самыми алюр шагами и получить красивую документацию красивый отчет просто благодаря тому что вы в нужных местах на нужные функции навесили алюр шаги которые не вносят вам ограничений по передаче параметров таблиц ну собственно не мне вам рассказывать на самом деле при сложных сценариях как раз таблицы прикручиваются да так вот вот они прикручиваются сложно собственно еще раз суть вопроса зачем нужен бдд если не сценарий пишет не аналитик и почему бы не выбрать более простой фреймворк и обмазаться шагами в отчете в таком случае получается если даже мэнил куа не пишет он не прикручивает как-то эти сценарии то бдд не нужно если аналитик и мэнил куа что-то пишут используя эти шаги и как-то прикручивая потом собирая из этого сценарий то тогда можно использовать бдд но если как я уже говорил там этим занимается только кей никто туда не смотрит то окей то есть я правильно вас понял что главный профит от бдд конкретно в вашем случае это то что мэнил кей может спокойно писать сценарии в геркин формате окей автомэйшн их автоматизирует таким образом мы разделяем как бы мухи мухи отдельно котлеты отдельно но мы не у кого если уже сделаны все шаги он может сразу автотест писать и бей может что-то написать но просто конкретно вот на тех проект на том проект на котором я сейчас работаю у нас битом на аутсорсе поэтому лучше не давать так спасибо большое за ответ не очень всем привет вот в защиту ну там в дополнение к ответу сергея на прошлый вопрос и в защиту бдд фреймворка вот хотел бы еще высказаться беде по сравнению да с аннотациями алюра здесь нужен для того чтобы тесты были удобно читаемыми потому что когда ты начинаешь создавать классы куча методов делать на навешивать там какие-то шаги на них это не читаемо абсолютно вот а когда ты на одной странице пишет сценарий весь то все становится понятно и это все еще можно в систему менеджмента хорошо а мой вопрос вот там предпоследний слайд был про единообразие тестов каким образом вы вы соблюдаете это единообразие вот что какие инструменты можно использовать или что нужно делать чтобы вот команды из пяти тестировщиков условно на 5 10 важно могли писать ну на одном и том же языке вот используя одни и те же шаги ну нужно просто сделать документарь кто есть либо ну кода на рне очень прикручивать потому что они туда вряд ли будет смотреть на сделать нам на том же конфликции например где у вас отделена под проект вести описание всех шагов с примерами чтобы они их прочитали и поняли как надо писать а если они этот синтаксис не соблюдает то есть первоначальная ревью где можно указать ну на какую-то ошибку сказать использовать пожалуйста синтаксис потому что если мы будем как бы сразу если не сразу прикручивать к этому автоматизации то speak flow там тот же он не найдет правильное описание шага и упадет то есть сама необходимость того что мы не лку а тоже участвует в автоматизации они пишут эти сценарии им нужно запустить тест он был зеленый как подразумевать что они должны соблюдать синтаксис спасибо спасибо большое за доклад у меня наверно технический вопрос небольшой там в презентации на каком-то из слайдов может быть я не так это понял но там было перечисление того что делает qa и одним из пунктов была правка разметки по моему как то так имелся тут эта селекторная разметка и действительно не правит qa то есть ну например имеет ли вообще qa моральное право на такие вещи это зависит от того как вы красноречиво договорились с разработчиками но например у нас разработчики просто сделали специальный атрибут одинаковый если его там прописать в коде то он добавит необходимый там айдишник для элемент то есть разработчики все равно потом это про ревью и при желании и поэтому у нас с этим занимаются автомашинки потому что уже есть какой-то инструментарий басовый сделан разработчиком чтобы можно было добавлять айдишники и не ломать особо код а то есть имел ввиду именно идентификация этих элементов с каким-то айдишниками можно там еще какие-то атрибуты закинуть но да желательно перед этим проконсультироваться то есть я не говорю что мы должны без ведома разработчик влезть в код и там что-то менять а потому что если вы думаете что это сломает лучше пойти к разработчику и спросить там я вот хочу вот эту штуку докинуть а она там точно не за мы так и ходим да да хорошо спасибо